Многие считают, что профессия водителя преимущественно мужская, однако за рулем общественного вида транспорта, например, троллейбусов, привычно видеть именно женщин. С другой стороны, маршрутные такси уже укоренились в сознании горожан именно с мужчинами-водителями. Однако, как оказалось, утверждение это не совсем верное. За рулем 88-го маршрута женщина по имени Любовь. В профессии непривычный глазовый водитель больше 4-х лет. Моя жизнь связана всю жизнь с транспортом. Троллейбус, маршрутный такси. Ну, вот как-то вот так вот по жизни. Хотя, если выше образование, ну, вот как-то и не сложилось. По профессии Любовь – преподаватель, но жизнь сложилась иначе. Теперь женщина измеряет уровень масла, тормозной жидкости и давление в шинах. Приезжает на работу в 4 утра, а возвращается домой поздно вечером. А с дежурства и того позже, в первом часу ночи. График работы сменный. Любовь рассказала, что коллеги-мужчины всегда ее поддерживали, помогали советом. Иногда подсказывала и она. Это очень тяжелая, тяжкая работа, особенно для женщин. Но она все это выдерживает, все на себя принимает. С пассажиром и хорошо относится. Водитель маршрутного такси – это еще и работа с людьми. А они, по словам Любови, разные. Бывало и такое, что пьяные или конфликтные люди устраивали скандалы в салоне. Однако всегда конфликтную ситуацию удавалось уладить мирно. Работа с людьми – это всегда один из самых сложных и одновременно приятных аспектов разных профессий. Ирина Зуйкова – сотрудник полиции. В ее обязанности входит патрулирование улиц, беседа с людьми и самое главное – обеспечение и поддержание порядка. Девушка рассказала, что всегда хотела помогать людям. Каждый день вместе с напарником она выходит на дежурство. У Ирины есть муж и сын, которые поддерживают девушку дома. На работе помогает мужской коллектив. Работать не так тяжело. Ребята, наоборот, помогают, поддерживают, рассказывают какие-то свои истории. Потому что очень много работ опытных, которые более 10 лет уже отработали. И их поддержка очень важна. День у Ирины начинается рано. В 6 часов утра она отводит ребенка в детский сад, а потом спешит на работу. Закончить свой день в одно и то же время получается не всегда. График ненормированный. Но после работы всегда спешит к семье. Одна из главных задач, по словам Ирины, это воспитание сына. Мальчик, вдохновленный примером мамы, уже занимается плаванием и борьбой. Что примечательно, тренером борьбы также может быть и женщина. У детской группы занятия проводит Галина Ермакова. Она тренер высшей категории по самбо и джиу-джитсу. Борьбой решила заниматься с юных лет. К этому ее подтолкнул популярный в то время фильм «Гений дзюдо». После просмотра Галина записалась в местный клуб единоборств. Было тяжеловато. Хотя на тот момент было много девчонок у нас в группе. И потом спортивная карьера стала развиваться уже более серьезно. Приходилось ездить много на соревнования. И было тяжеловато. Но ничего, справлялись потихонечку. Сейчас она мастер спорта. По совету своих тренеров поступила в институт. И позже сама стала обучать детей единоборством. Тренерский стаж у Галины больше 20 лет. Мужской коллектив поддерживает женщину и помогает в трудную минуту. У Галины есть сын Сергей. Ему 4 года. Иногда тренировки посещает и мальчик. Работать с детьми непросто. Организовать тренировку, обучить их приемам и дать совет. Все это важные задачи, за которыми нужно не забывать, что ты – женщина. Перед тренировкой Галина наносит легкий макияж и всегда следит за собой. Каждый раз, приезжая с маршрута, Любовь Прюшковская поправляет прическу. А на приборной панели у женщины лежит белый щенок по имени Шарик. Когда она только устроилась водителем, собачку ей подарил сын. На удачу. Теперь игрушка – ее верный спутник вот уже несколько лет подряд. А Ирина Зуйкова призналась, что иногда во время патрулирования заглядывает в зеркала или витрины. Неважно, на каких профессиях они трудятся. И какая тяжелая ноша выпала на их жизнь. Все они сохранили оптимистичный настрой и начинают свой день с улыбки. Девушки всегда остаются девушками. Лучиками света среди мужчин. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.